В нашем городе на средства муниципального бюджета планируется провести ремонт крыш, мягкой кровли в шестой и десятых школах и в детских садах в седьмом и двадцать четвертом. В этом году будет полностью обновлено ограждение в тридцатом детском саду «Журавушка» и частично в третьей школе, а в восемнадцатом детском саду будет проведен ремонт канализации. Кроме того, городской мэрией были выделены средства на приобретение спортивного инвентаря для образовательных учреждений и для текущего ремонта обновления оконных блоков во многих дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Прежде всего, это детские сады, девятый сад, вот сейчас уже закончились там работы, это семнадцатый сад, двадцать пятый сад, это двадцать четвертый сад, где старые оконные блоки заменены на новые. Кроме того, это школы, это десятая школа, где заменили часть оконных блоков, и девятая школа. Вот основная часть оконных блоков меняется в девятой школе. В девятой школе планируется заменить более 60% всех оконных блоков к середине августа. На сегодняшний день производится демонтаж и оштукатуривание оконных проемов на втором этаже учебного заведения. Основное условие предварительной подготовки перед установкой стеклопакетов – тщательная очистка от пыли, мусора и остатков краски проемов после удаления старых окон. Это является залогом надежной и долгосрочной службы новых оконных блоков. Ремонт на втором этаже практически завершен. Остались только уборочные работы. В общей сложности подлеждают замене на данный момент 94 оконных проема. Работа осуществляется интенсивно. Бригады работают как монтажники, так и демонтажники параллельно. То есть качеством работы в данный момент пока удовлетворены. Кроме финансирования ремонтных работ городской мэрии, из республиканского бюджета было выделено 4 миллиона 900 тысяч рублей для проведения необходимых плановых обновлений и реконструкций в школах и детсадах. На сегодняшний день многие дошкольные образовательные учреждения практически готовы к новому учебному году. Все плановые ремонтные работы подходят к успешному завершению. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!